Народ, всем пламенных лоу, приветствую вас на канале WSMLVN из жаркой солнечной Флориды. Сзади меня настоящие джунгли, а я на Toyota Sequoia. Ребята, сегодня обзор автомобилей, купленного для Юрия, и я на самом деле не так далеко отъехал от дома. Нашел здесь небольшой национальный парк, шикарная асфальтовая дорога, но можно съехать и с дороги. Но я этого делать не буду, поскольку машина уже куплена, машина у нас скоро отправляется, дожидаемся документов. Давайте посмотрим, что же мы приобрели Юрию, и, конечно же, я покажу, сколько стоит, расскажу про ценообразование, и постараюсь ответить на все стандартно задающиеся вопросы. Ребят, шикарнейшая эре, озера, здесь у нас парчики, беседки, там бейсбольное поле, поля для тенниса, и во всей этой красоте стоит темно-синяя красавица Toyota Sequoia комплектации Platinum. Ребята, посмотрите на этот абсолютно красивый, огромный, невероятно большой автомобиль, и я сейчас съеду с трассы, потому что ездят тут машины. А мне кажется, так еще красивее, потому что вот это голубое, вообще безумно красивое небо Флориды, белые облака и темно-синий, посмотрите, совершенно сумасшедший цвет Toyota Sequoia с этими светодиодными огромными фарами, черная решетка, комплектация Platinum, напоминаю. Да, судя уже по надписи iMax, можно заранее сказать, что это у нас точно абсолютно двигатель 3.4 и гибрид. Давайте посмотрим, вот так вот выглядит достаточно, это самая крутая, самая дорогая оптика, вот так вот она выглядит, кластерная и большая вот такая вот светодиодная, светодиодная подсветка, не знаю, угол такой светодиодный, очень-очень красиво. Здесь у нас с вами тонированная решетка с отливом и вот такой вот здесь вот голубой логотип, чуть-чуточку кант там, но здесь его практически не видно, потому что черный логотип, выведена камера 360, здесь у нас с вами датчики, сенсоры, парктроники сенсоры, и вот такие вот светодиодные туманки здесь сделаны. Юбка, которая в принципе, ребят, она снимается, поэтому не бойтесь, что в какой-то момент вам она помешает, если вы выехали на какое-то бездорожье, ну тут бездорожье я не назову, но вот так вот на газончик я съехал, и посмотрите, здесь у меня все равно небольшой, но свесик получился, видите, как подвеска отработала, ну то есть съехать на ней на какое-то бомбическое крупное бездорожье, наверное, такое себе, но в целом, мне кажется, при нормальной резине машина выйдет на нормальное бездорожье и легко пойдет, но сегодня обзор не Toyota Sequoia, потому что я думаю, что все люди видели их много раз, и в принципе не надо им рассказывать ничего про Sequoia, а мы с вами посмотрим на конкретно этот автомобиль, который мы купили для нашего заказчика, для покупателя, и соответственно, что ему досталось. В общем, Вест Палм Бич, Флорида, автомобиль, сегодня там порядка 700 миль, потому что я его забирал вчера буквально в Вест Палм Бич, и привез сюда, поэтому намотал на нем 180, по-моему, с небольшим миль, ну это все по согласованию с заказчиком, на самом деле можно, конечно, его перевозить и автовозом, но дороговасто, поэтому посмотрели, забрали, то есть мы просто и были, были еще планы кое-что на него доставить, но выяснилось, что все, короче, с ним более чем хорошо, и поэтому максимально, может быть, придется там колеса какие-то доставить, тут еще, и так, давайте, давайте посмотрим, значит, внешнее состояние, ребят, ну машина на момент, когда я забирал 500 миль пробег, поэтому тут нечего особо обсуждать, здесь у нас, посмотрите, морда уже заклеена бронированной пленкой, это заводской вариант, поэтому ничего здесь делать не надо, фары нет, не защищены, поэтому только вот эти вот элементы, которые, кстати, вот эта часть самой решетки, она не защищена, только верх капота здесь у нас без защиты, то есть все, в принципе, ровно то, что надо, так, давайте посмотрим, что у нас с вами там появляется сзади в секвое, значит, ну первое, у нас с вами здесь открывается вот так вот стекло, и в случае, если вам нужно что-то забросить, вы быстренько забросили, и поехали, раз вариант, второй момент, здесь, как вы видите, черная надпись секвоя, камеры 360, это задняя камера здесь, и нам, собственно, досталось здесь, достались резиновые коврики, я их еще не укладывал, это фирменные тойотовские коврики, здесь у нас с вами вот такая вот это у нас аганайзер карго, который здесь растягивается, ну и, в общем-то, здесь это вот полочка резиновая, ребята, у меня сейчас сидят комары, подождите, я отъеду, а то природа Флорида, она прекрасна, но мошка комаров налетела на меня, капец. Так, ребята, я уехал от комаров, чтобы меня не сожрали, потому что вот выехал на такую прекрасную аллею с деревьями, но здесь есть что-то серьезнее, чем комары, поэтому видите, в каких условиях приходится вам записывать, вот я вам сейчас покажу, записывать видосы, обзоры автомобилей во Флориде, видите, это вам не вот это вот ваши прекрасные нью-йоркские и майемские небоскребы, это суровые дебри Флориды, которые кишат всякими вот такими пацанами и девчонками, ну ладно, сейчас вернемся к автомобилю, итак, значит, вот такие вот темные диски, ну, в общем, комплектация без хрома, если говорить проще, обратить внимание, никаких поверхностей хрома нету, это у нас еще остались оценки, несмотря на то, что я сегодня отдавал ее на мойку, ее помыли, но почему-то не смогли убрать, ладно, это я заеду в другое место, мне уберут эти следы клея, так, здесь, значит, у нас с вами коврики, я сказал, здесь досталась эта защита, которая вот на липучке клеится, это тоже нам досталась, она в наследство от предыдущего собственника, значит, это у нас аганайзеры, которые вот здесь вот, вот сюда вот крепятся, и можно делать, ну, разделители, вот так вот скажем, да, значит, это мы сюда положим, и коврики, коврики резиновые, значит, у нас есть еще сзади коврики, я заодно и Юрию запишу отчет, а что у нас в наличии перед отправкой, значит, здесь у нас с вами электрическое поднятие сидений идет, и то, что я сейчас вам показывал, в этом положении, на самом деле, в этом положении у нас вот эта полочка, которую можно либо убрать вообще, вот таким вот образом, да, и здесь образовывается больше грузового пространства, либо поднять, вот так вот, да, разложив там, и вот сюда что-то можно в два этажа еще положить, это у нас коврик тоже защитный, он тоже нам достался, здесь, кстати, Made in USA, смотрите, ничего себе, вот, третий ряд, и, соответственно, все, на этом у нас все, что есть, есть у нас здесь розеточка, такая вот, подсветка, ну и в случае, если вам вообще не нужно, то вы можете, соответственно, эту полку сложить вот сюда вот вниз, ну или вообще ее вытащить, это уже на вкус и цвет, соответственно, закрытие, открытие с ноги, если машина выключена, подчеркиваю, если машина выключена, и если у вас находится в кармане ключ. Единственный нюанс сейчас по Тойотам, по Секвоем, это то, что, как и с Лексусами в случае, они идут у нас сегодня с одним ключом, таким вот цельным, и один ключ просто механический, пока временно, но они потом нам его дошлют, я узнаю, если можно, сейчас его получить, получим, и Юрия уже будем отправлять, он с ключом. А так, вот таким вот образом все дело выглядит. Еще один момент, которых многих смущает, значит, комплектация платином, да, тут у нас очень классно, нет хрома, всего есть выдвигающиеся пороги, но всегда все, что выше лимит, это у нас имеет капитанские кресла. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это у нас не всегда удобно, потому что некоторые просят что-то вот, ну, как туда, потому что дети, у меня 5 родителей, ребят, тоже, поэтому не так уж просто, ну, как бы все договориться, чтобы все сели кто-то там на третьем ряду. Тем не менее, ребят, хочу показать для тех, кто переживает, что вдруг места в какой-то момент не хватит. Давайте мы с вами откинем вот это кресло, вот, и туда проберемся, то есть, ребят, во мне метр семьдесят восемь, и я сто килограмм веса, то есть я, как бы, такой среднестатистический размер во мне. Вот, соответственно, так, сейчас мы, ну, пробрался, я легко, сразу говорю, закрываем кресло, вот это, закрываем и поднимаем. Ну, вот, смотрите, показываю. Сейчас там вагон просто место, там сядет не только я, а еще я могу на коленке еще одного себя посадить. При этом, посмотрите, здесь какое расстояние у меня огромное. Здесь у меня подстаканники, и здесь у меня есть кнопка управления наклоном спинки, то есть я могу еще и управлять наклоном спинки. Здесь у меня шторка, а она сделана вот такой вот трапецией, и, соответственно, здесь у меня тоже защита от солнца, то есть я могу убрать шторку, и вот здесь вот у меня эта защита останется. Это заводская такая вот нанесенная защита, и, соответственно, подогрев, да, как вы понимаете, вот эти тены, которые внутри, они, это явно подогрев. Большой здесь черный потолок, он, кстати, здесь возвышается, а там огромнейший панорамный люк, просто огромных размеров, что делает, в общем, еще всего больше. Здесь у нас слот есть USB-C, и также управление наклоном задней спинки, и также шторка, то есть здесь, в принципе, все как положено. Но скажу так, я сижу здесь очень комфортно. Вот, ребят, ну, честно, без придумок, для меня, для достаточно здорового мужика, давайте я покажу. Вот я сейчас сижу, вот так еще, правда, подголовничек можно сделать. Я сижу, и мне очень-очень комфортно, то есть, кстати, еще один USB-C слот есть. А, у меня его здесь, вот здесь нету, он у меня вот здесь вот находится, вот здесь сзади меня. Места очень много. Сюда я легко могу и вот так ногу вытянуть, да, и, соответственно, вообще, то есть, ну, не переживайте, у кого переживание, что нету вот этой вот сзади скамейки, а остается третий ряд. Ничего страшного в этом нет, поверьте. Не отказывайте себе в удовольствии купить платье, но из-за того, что вам принципиально нужен только диван. Попробуйте, посмотрите, если у кого-то есть возможность взять тест-драйв, посмотрите, сядьте, пролезьте назад и увидите, что, в принципе, никаких проблем нет. Тем более, что сзади, глядя на вот здесь вот еще третий ремень, явно три официального места, три ремня безопасности. Поэтому машина фактически два, два и три, то есть семиместная. Так, здесь у нас сзади резиновые коврики, они у нас уже тоже лежат по умолчанию, и коврик резиновый второго ряда. Ну что, ребят, я прямо отсюда, не раскладывая сиденья, попробую перебраться на второй ряд. Для детей вообще задача вот так вот. Для меня не очень неудобно, не очень удобно, потому что здесь вот потолок, куда прячется ролл от панорамной крыши. Ну а так, в принципе, не скажу, что прямо не доставил, это как какой-то составил особый труд. Вообще, что-то в этом, конечно, есть. И для чего делают капитанские кресла? Для того, чтобы на третьем ряду сидящие пассажиры не испытывали дискомфорта с зажатостью, чтобы такой элемент некой клаустрофобии не срабатывал. То есть вполне себе это пространство, вот это вот между креслом, оно позволяет чувствовать себя прям щадящим просто на диване, перед которым стоит парочку кресел, а не зажатым полностью. Поэтому в этой связи, ну, все очень неплохо. Подсветочка здесь у нас везде в кармашках. Здесь у нас тоже подсветка сзади для пассажиров. И, естественно, шторка. Здесь пассажиры второго ряда у нас имеют не только обогрев, но еще и вентиляцию. Естественно, система управления климат-контролем, естественно, слот USB-USB-C и розетка, но, правда, американская. Дефлектора с такой небольшой настройкой. Ну, в принципе, все, что необходимо, все есть. Еще отдельное внимание хочу обратить, ребята, на эти подголовники. Вы не представляете, насколько они огромные. Здесь целые подушки. И когда сидишь, так вот за назад руку протягиваешь, это просто невероятно. Но в целом сиденье смотрится очень круто и очень так, ну, по-богатому. Ребята, вот поверьте, те, кто владеет замечательными трехсотками, обязательно стоит попробовать Toyota Sequoia. Это совершенно другие ощущения. Ну и, кстати, подстаканчики. Тут тоже очень удобно до них просто дотянуться. И помимо того, что у вас здесь есть кармашки, в принципе, вот эти подстаканчики тут прям к месту. Большие сюда еще карманы. В некоторых автомобилях почему-то, ну, не почему-то, а убирают карман за водителем, чтобы ему там спину ничего не мешало. Но толщина этих кресел вообще во всем. То есть, посмотрите, просто я его рукой не могу обхватить. То есть, капец, какой он огромный. Так, ну что, легко выбираемся, потому что у нас с вами, да, выдвижные пороги. Здесь беремся за ручку, очень удобно. Вышли и, как бы, порог совершенно, совершенно роскошно. Очень удобно. Он раз и уехал. Блин, супер, просто супер. Большие зеркала, уши огромные. Все, как бы, в них хорошо видно, очень информативный. И, конечно же, датчики слепых зон. Ну что, открываем и садимся вперед. Ну, я уже говорил, вот сейчас 712 миль. Я доехал, просто ехать пришлось вчера издалека. С Веспалм-Бит через Майами. Но машина была абсолютно практически новая. Посмотрите тоже, здесь у нас огромные. Я вчера ехал, выдвижная подушка, вот такая вот. То есть, она сильно очень увеличивает подколенное пространство. Поэтому я просто, честно говоря, вчера ехал, вот так себе выдвинул под ноги. Очень удобно, вы знаете, даже на BMW вот этот вот выступ меньше. Кресло шикарное, на мой взгляд, немного жестковатое. Но это, знаете, после Raptor, мне так кажется. Потому что, короче говоря, мне кажется, что... Ну, на любителя, это все на любителя. То есть, как вас задница привыкла, короче, да, к чему. Как вам удобнее, так, в общем-то, и вы должны себе настроить кресло. Но в целом, такое, очень эргономичная, хорошая боковая поддержка. И, конечно, вот с этим синим цветом, вот эта синяя прострочка, она очень хорошо гармонирует, шикарно смотрится. Такое впечатление, что это прям стая у нас, стая ли, да. Мне кажется, очень роскошно. Естественно, куча регулировок. И это у нас 11 месяц 23 года. Так, здесь у нас тоже целая куча опций. У нас есть, мы можем отключить с вами пороги. Вот так вот я их отключаю, и они автоматически у меня убрались. В принципе, без них залезть можно. Но, конечно, с порогами это все-таки удобней. Покс выехала. Подогрев руля, активация розеток, отключение датчиков парковки, свет приборов. Это Adomer Tartrip, то есть ваши путешествия, автосвет. Ну и включение сзади подсветки при открытии двери. Ну что, садимся с вами вовнутрь. А, ну и на панели приборов, естественно, у нас с вами есть память сидений. Можно сделать автоматическое складывание зеркал, электронастройки. Естественно, это все есть. Ребят, первое, что бросается в глаза, нет. Даже не вот это. Да, это цифровое зеркало. Вы можете пользоваться им как обыкновенным зеркалом заднего вида, так и как цифровым зеркалом заднего вида. Здесь у нас огромный экран GBL и музыка GBL с пищалочками. То есть это опционно доставляется в автомобиль. Поэтому это, ну скажем так, на версиях более дорогих. Здесь у нас есть с вами небольшая на 12 вольт розеточка для прикуривателя. Либо там можно что-то подключить. На самом деле здесь уже стоит встроенный от Toyota видеорегистратор. Вот сейчас он у нас включен. Можно его на самом деле и выключить. Подключается к интернету. В общем, сбрасывается информация. Есть возможность записи звука, без звука. В общем, как угодно. В общем, все, что вам нужно. Здесь у нас проекционный дисплей. И не знаю, вот так вот вам, наверное, его видно будет. Ну, вживую он, конечно же, не дергается. Это за счет частоты наложения экрана и светодиодов. То есть это вот такое вот дергание. Так он вживую. Он показывает сейчас. То есть можно разные настройки выставлять. Сейчас показывает он направление и лимиты по скорости. Ну и скорость сейчас у меня ноль. Огромный жидкокристаллический дисплей с возможностью переустановки в метрику. Да, здесь можно поставить Цельсии. Можно поставить километры. И как бы не придется наблюдать за там фаренгейтами и милями. Это все тоже легко. Здесь у нас по кнопкам есть подогрев, вентиляция, естественно, автоматический климат-контроль. Вообще все кнопки климата-контроля выведены у нас классически. Это вы тоже все знаете. В принципе, ничего нового здесь не скажу. Синхронизация и управление климатом сзади. Здесь у нас камеры 360. Причем тут их как бы опций всевозможных много. Вы можете выбрать себе цвет машины. Она у нас синяя. Поэтому вот такой синей ее и оставим. Так будет удобно. Вы можете вот так вот. То есть это тоже, давайте так, ребята. У нас в плане опций, мне кажется, все уже на тысячу раз пересмотрели, рассказали. Поэтому я показываю конкретно этот автомобиль. А он имеет кучу-кучу всевозможных настроек. И вот тут, пожалуйста, вам и в таком виде, и в таком виде. И спереди, и сзади. И сбоку, и не сбоку. В общем и целом, мне кажется, это большой зачет. Кстати, пунктир обычно еще можно настроить на показ, чтобы можно было хитч зацепить. Да? Как это? Фаркоп. Вот. Соответственно, здесь у нас беспроводная зарядка. Здесь у нас управление приводом. Драйв мод. И это у нас тоуинг. Это в случае, если вы что-то за собой собрались тянуть. Здесь у нас с вами... Вот о чем я говорил сейчас. Надо нам будет получить еще один такой, постараться ключ быстренько до отправки. Потому что вот ключ один, и второй пока механический. Это специфика сейчас Тойота. У них почему-то что-то произошло, видимо, с ключами. Закрывается полочка. Она вот такую вот фактуру имеет. Все здесь, естественно, новенькое, чистенькое. Здесь у нас с вами есть вот такой вот аганазер, который все закрывает. Сюда можно что-то положить. Здесь у нас с вами вот такая маленькая полочка для каких-нибудь мелочей. И большой открывается подлокотник. И здесь у нас, ребята, с вами встроенный сейф. Есть USB, USB-C слоты. И вот такой встроенный сейф. Ну, большей частью он, конечно же, для оружия здесь в Америке используется. Пистолет можно там оставить. Ну, а вы можете использовать у себя как угодно. Секретные всякие. Телефон, например, второй положили. Никто до вас не доколупается. И закрыли от жены кодом. Ну, это я так шучу, конечно. Ребята, не надо ничего скрывать от жены. Тем более, когда она смотрит ваше видео, вдруг монтирует. Здесь у нас еще запакованы новые всякие книжечки. Короче говоря, все. В принципе, все на месте. Все как положено. Так, ну что, в принципе, а, ну да, я в адаптивный круиз-контроль, естественно, с удержанием в полосе, с расстоянием до автомобиля. Ребята, и хочу для тех уже, кто собирается купить или для владельцев, которые еще вдруг немножечко недопоняли или ждут своей секвой, значит, не забывайте, что помимо того, что у вас есть этот жидкопроекционный дисплей, есть возможность его настройки здесь. А именно, вы должны перейти в меню, вот здесь вот, в настройках вниз найти, вот здесь вот видите, так, это у нас трейлер. Например, вот, hood, это у нас head-up main display, on. Удержанием на ok, я сейчас не буду этого делать, но, в принципе, ну давайте, ладно, сделаю. On. Здесь можно регулировать его яркость, и можно регулировать настройки в этом, и можно вот hood rotation, вот так ставите, я вам скажу. Значит, это возможность его изменения угла наклона вправо-влево, и можно его сдвигать, поэтому очень удобная опция, просто я когда сел в эту машину, у меня изначально мне показалось, что он немножечко как-то так перекошен, и потом я нашел эту опцию, и, соответственно, понял, что я могу его подстроить, подстроил, и все пошло замечательно. В общем и целом вот так. Значит, расход сейчас, ну машина проехала 700 миль, она у меня сейчас долго стояла перед съемками, я ее осматривал после мойки и так далее, долго стояла на холостом ходу, и сейчас она показывает, естественно, 14.9. Ведь вообще расход этого автомобиля в районе, наверное, где-то, учитывая то, что еще и гибрид, это в районе, наверное, ну 19-20 миль на одном галлоне, что в районе 15-16, ой, простите, 14-15 литров на 100 километров. Простите, пожалуйста, 12,5 литров на 100 километров расход при 19 литров на галлоне, сейчас он показывает у меня 15 литров на 100 километров, а вообще, в принципе, она едет на 12,5 литров на 100 километров и 437 лошадей мощности. Давайте посмотрим, заглянем под капот, в большей части я, опять-таки, делаю видеообзор для покупателя, поэтому заодно давайте заглянем под капот. Так, у нас капот на газовой стоечке, поэтому как только я вот это вот чуть-чуть нажал, он прям открылся сам, вот так вот выглядит у нас, собственно говоря, силовой агрегат 3.4 литра, и вот так выглядит гибрид, соответственно, в общей сложности дает 437, по-моему, лошадиных сил, если я не ошибаюсь. Достаточно бойко разгоняется, здесь у нас тоже, как вы видите, все новенькое, все чистенькое, все абсолютно идеальное, но учитывая то, что я здесь вообще ничего не мыл, то, в принципе, сами видите состояние авто. Ну что ж, давайте закрываем, я даже так салфеточкой это сделаю. Так, нажатием не получилось, пришлось открыть и захлопнуть. Ну что, ребята, вот такое вот замечательное авто у нас, отправляется Юрию. Единственное, я еще могу добавить от себя, вчера я возвращался уже поздно-поздно ночью из Майами, и оптика выше всяких похвал, ну ладно, там как бы понятно, это автоматический адаптив, да, такой он как бы постоянно включается, когда надо, дальний свет, там все этот, но в целом я скажу так, что выше всяких похвал, сам даже ближний по себе свет, очень яркий, смотрится он сам по себе бомбически, посмотрите, это просто какой-то щитомордник, знаете, есть такое очень, очень ядовитая змея, вот это вот, мне кажется, прям очень красиво смотрится, надеюсь, здесь у меня крокодилов не будет, но тем не менее, и вот посмотрите, сейчас я понимаю, что на видео это не так ярко смотрится, но поверьте, вживую просто нереальная бомба, я сейчас, наверное, вот такое фото и сделаю. Ребят, ну как же, как же, конечно же, самый главный момент, все будут спрашивать, 24 год, премиум, 3, 4, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бумс, 83 тысячи, 83 тысячи, соответственно, долларов, в общем, 88 она обошлась уже в порту, здесь, так, короче говоря, мы, получилось, что купили ее достаточно удачно, и, соответственно, 88 тысяч, total, ребят, ну что, пока я еду у нас домой, я хочу с вами поделиться ощущениями от управления секвой, ребят, ну, у меня, вы знаете, достаточно большой опыт, да и во владении много машин, плюс арендная компания, кто, кстати, будет в Майами, обязательно, если у меня будет доступна машина, то, пожалуйста, предоставим в аренду автомобиль, блин, цифровое зеркало, конечно, удобно, ребята, очень удобно, и к нему надо привыкнуть, но очень удобно, так, ну и, ребят, во-первых, фырчит она, очень приятный такой, рык у нее, не напряжный, знаете, едет машина себе и едет, и, плюс, ну, вы знаете, для Toyota не очень большая валкость, даже по сравнению с Lexus 600, очень приятная, достаточно такая управляемость и подвеска, которая, с одной стороны, мягкая, с другой стороны, не валкая, то есть, мне кажется, что удалось Toyota в этом автомобиле добиться, таких, знаете, оптимального соотношения по управляемости и по валкости, считывание знаков, посмотрите, даже знаки, уступи дорогу, она читает, помимо скоростного режима, вообще, руль управляется просто одним пальцем, такое впечатление, что едешь на Camry, вот, реально, конечно, синяя машина и синяя прострочка, сочетание бомбическое, мне кажется, одно из лучших, ну, это все на вкус и цвет, безусловно, поэтому легко очень едет машина, очень приятно рулится, и давайте проверим у нас круиз, полностью стыкаем, на какой скорости она у нас минимум даст возможность круиза, ну, вот так вот, сейчас цепанул он у меня дорогу, вот, смотрите, подруливает, ну, периодически, видите, теряет, потому что у нас тут прерывается полоса, но, в целом, вот, сейчас полностью сама управляется, просит взяться за руль, но не критично, то есть, в принципе, и так, давайте минимум поставим, сколько минимум он у нас, 24, у меня Ford Raptor едет даже при 15, по-моему, 15, 21 мили, едет, продолжает круиз работать, просто, чтобы вы понимали, на той же самой Хонде, там, да, ну, понятно, там, не секвое, вот, вот, смотрите, сама рулит, вот, у меня, ну, все, все, говорит, все, давай сам езжай, не балуйся, ну, вот, соответственно, я и поехал сам, но, в целом, ребята, шикарно работает круиз, на самом деле, проверял по трассе, отлично работает, очень все приятно, поэтому, вообще, машина выше всяких похвал, поэтому, кому нужен надежный, огромный, подчеркиваю, огромный, ребята, неимоверные, просто, вообще, габариты, по крайней мере, по ощущениям, даже внутри, едешь просто, ну, не знаю, мне кажется, у меня Raptor даже меньше, хотя, он, на самом деле, не меньше, да, ну, вот эти габариты, здесь вот эта вот стойка, сюда можно, блин, бутылку, этот, бутылку, да, можно и бутылку, блин, стакан виски поставить, посмотрите, здесь просто полка, вот, вся ладонь помещается сюда, удобненько, эргономичненько, то есть, в принципе, вот так вот взял, отстроил, здесь у нас, кстати, электрорегулировка руля есть, ну, я вам скажу, что я понимаю, сейчас многие скажут, ну, и что, она везде есть, нет, ребята, в Америке не везде есть, это у нас в Америке тут далеко не на каждом, супер машина, спасибо вам за то, что посмотрели видео, надеюсь, кому понравится, кому понравятся машины, ребят, инстаграм, телеграм, первый закрепленный комментарий от меня, ссылка на инстаграм, телеграм, смотрите, я туда выкладываю постоянно видосы, поэтому имейте в виду, что кому понадобятся машины, обращайтесь в аренду, кто приедет в Майами, тоже обращайтесь, все, а так, спасибо большое, увидимся на канале, надеюсь, это будет вам полезно и интересно, всем хорошей пятницы и прекрасной субботы без головной боли, пока-пока, увидимся.